Праздник Рождества Христова называют Сочельника. В католической церкви он совершается 24 декабря. Хотя атмосфера Сочельника радостная и праздничная, в этот день семья воздерживается от мясных блюд, соблюдая пост. Когда на небе появится первая звезда, символ Вифельемской звезды, Сочельник заканчивается. Семья Коли вместе с другими верующими собирается в церковь на торжественную мессу. Сегодня в церкви будет очень много людей. Все они с нетерпением ожидают младенца Христа, желая прославить его рождение на земле. Рождение Иисуса Христа было так. В то время, когда родился Христос, Иудея, область земли Израиля, входила в состав Римской империи. Римская империя была огромным государством. Столицей этой величественной страны был город Рим, в котором правил великий император Октавиан Август. Незадолго до рождения Иисуса Христа император решил провести перепись людей в своих владениях. Мария, мать Иисуса, уже должна была родить своего сына, когда пришла весть, что по указу императора они и Иосиф должны явиться в Вифлеем для переписи населения. Придя же в Вифлеем, Мария и Иосиф искали место, где они могли бы заночевать. Как не искали они места в гостинице, нигде им не удалось найти ночлега. Тогда предложили им переночевать в Хлеву, где содержали домашний скот. И как негде было им провести ночь, они согласились. И когда остались они в Хлеву, ночью Мария почувствовала, что ее сын вскоре должен появиться на свет. И родила она младенца в ту ночь, и спеленала его, и дала ему имя Иисус, как повелел ей ангел в день Благовещения. В это самое время, на поле, недалеко от места, где родился Христос, трое пастухов сторожили свое стадо. И вдруг явился им ангел Божий, и испугались его пастухи. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И внезапно явилось на небе великое знамение. Увидели пастухи огромное воинство ангелов, славящих Бога и говоривших, «Слава Вышних Богу! И на земле мир в человеках благоволение!» И после того явления встали пастухи и пошли в Вифлеем, чтобы поклониться Мессии. Найдя же Марию, Иосифа и младенца, они рассказали все, что сказал им Господь об Иисусе. «Прославим Господа, который пожелал прийти в наш мир в образе человека. Как и три бедных пастуха, придем поклониться Ему». Слава Богу! Слава Богу!